Я использую для сжигания отходов деревообработки вот такую печь, металлическую бочку, сваренную из четверки. Иногда она, конечно, очень сильно дымит. Это во многом зависит от породы древесины, очень сильно дымит клен, дуб. Причем дуб дает достаточно неприятный запах. И стали у меня возникать проблемы с женой и с соседями. Поэтому я решил построить так называемую бездымную печь. Печь я поискал в интернете, нашел мастера, который может это сделать. И построить эту печь, чтобы избавиться от дыма. Принцип действия такой печи изображен на этом рисунке. Суть заключается в том, что в конструкции печи есть так называемые колпаки. Два колпака. То есть из топки горящие газы поступают в нижний колпак, который имеет выход снизу. Поэтому горящий воздух поднимается вверх. И здесь происходит догорание топлива. А уже охлажденный воздух, ну относительно охлажденный, выходит через нижние отверстия, попадает во второй колпак. Здесь происходит тот же самый процесс. Горячий воздух поднимается вверх, происходит догорание. Холодный выходит уже через трубу. Таким образом достигается, во-первых, максимальная теплоотдача. То есть извлекается максимальное количество тепла из топлива. А во-вторых, происходит максимальное догорание. И таким образом получается минимальное количество дыма. Вот мастер уже стал выкладывать топку. Это будет топка, она сделана из шамотного кирпича. Но он говорит, что топка будет очень большая. Куда войдет три бака, которые я использую. Также я хочу использовать тепло для отопления мастерской. Вот, будет сделан такой змеевик. Проведу это в мастерскую и вентилятором буду гнать теплый воздух в мастерскую зимой. Летом вентиляторы не будут включаться, соответственно тепло в мастерскую не пойдет. Проведу это в мастерскую зимой. Вот, наконец-то печь доделали ближе к зиме. Сделали навес над пищей, чтобы дождь не размывал кладку. Сейчас покажу ближе, как она устроена. Вот, здесь сделана верхняя загрузка. Сюда загружается стружка, опилка, различные обрезки. Здесь вставлена дополнительная дверка с жалюзами, для того, чтобы обеспечить при его розжиге дополнительный приток кислорода. Жена попросила сделать дополнительный отсек для выпекания хлеба, либо пиццы. Здесь вставлен термометр, который измеряет температуру хлебопечки. Вот видно, что сейчас температура порядка 40 градусов. Это вчера вечером я отопил печь, но до сих пор она не остыла. Здесь небольшой мангал, заодно уж делал, мало ли пригодится. А это вот труба отопления. Внутри там размещен теплообменник. Сюда поступает теплообменник холодный воздух, а сюда идет уже горячий. То есть он будет использоваться для отопления в мастерской. На подачу поставил вентилятор, который можно включать, когда печь горячая. А вот это выходное отверстие. Сюда поступает в мастерскую горячий воздух. Поставил сюда термодатчик, чтобы мерить температуру входящего воздуха. Но обычно, когда печь работает, идет порядка 70-80 градусов горячий воздух в помещении. Это термометр, к которому идет термодатчик. Но видно, что сейчас поступает воздух температурой 23 градуса. Печь топил вчера, то есть прошло это получается 17 часов. 17 часов до сих пор идет воздух температурой 23 градуса. Хотя в мастерской 18,5 градуса. Понятно, что если идет воздух такой температуры, то термодатчики, которые управляют отоплением, у меня в мастерской отключаются. И отопление идет за счет печки. У меня скопились ореховые опилки после вчерашней работы. Сейчас я их высыплю в печь. И посмотрим, как она работает. На стопке печь включается в летнем режиме. Вот здесь есть задвижка. Когда она открыта, то осуществляется прямой вход. И стопки сразу в трубу. Когда печь разгорится, задвижка закрывается. И отработанные газы начинают идти через колпаки. Здесь как бы два колпака, в которых происходит догорание топлива. Но сейчас печь теплая, поэтому сразу можно уже закрыть. Колпаки со вчерашнего дня прогреты. Поэтому сейчас можно смотреть уже на результат. Печь разгорелась. Горение идет, как видно, достаточно интенсивно. Сейчас можно посмотреть на трубу. Видно, что дымок небольшой есть. Но он, конечно, существенно меньше, чем при прямом горении ореха. Потому что орех горит очень дымно. Очень дымно. Большие клубы дыма. Поэтому полностью бездымно она, конечно, не получилась. И, возможно, это и нереально получить. Но вот примерно вот такой результат у этой печи. Прошло полчаса. Видно, что температура воздуха, входящего в мастерскую, поднялась до 72 градусов. Ну, вот на таком уровне она и будет держаться несколько часов. То есть сейчас уже я закрыл все задвижки в печи. И поэтому стружка там будет потихоньку гореть, тлеть и подавать тепло в мастерскую. Продолжение следует...